Русские новости 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 Не того, кто пытается осмыслить русское мировоззрение, а роль такого шоумена, который может использовать любые слова, либеральные, социальные, национальные, все что угодно. Все что угодно за все хорошее против всего плохого. В общем, мировоззрения как такового не существует. И вот газета «Ведомости», считающаяся весьма влиятельной, даже в каких-то там высших кругах, объявили, что национализм у нас представляет только Стрелков и Навальный. Поскольку за примерно час-двадцать дебатов они ни разу не упомянули национальное государство. И из этого они сделали вывод, что русского национализма нет. Раз Навальный и Стрелков не сказали ничего про русское национальное государство, значит национализма в России нет. Ну, естественно, эти люди пытаются выдать желаемое за действительное. Напомним, что еще и Путин заявил о том, что он националист. Мировоззрение националистов объявляется публично, многократно, лично Путиным, различными высшего уровня прокурорами. На многих процессах, которые мы знаем, национализм, так называемые националистические взгляды доказываются уже тем, что против носителей этих взглядов применяются репрессии. Но я ни в коей мере не считаю Навального носителем русского национального мировоззрения. Никакой, конечно, он не националист. Типичный такой либерал, демократ. Игорь Стрелков, да, он сейчас стал сближаться с русским национальным движением. И я надеюсь, что его национализм на словах станет национализмом на деле. И в этом я готов всячески его поддержать. Тут до меня дошли слухи от самого Игоря Ивановича, что где-то на моих страницах, в том числе на моем видеоканале, о нем какие-то нелицеприятные фразы произносятся. И действительно это так. Среди моих соратников, которых я знал задолго до того, как вообще мне известна была фамилия Стрелкова-Гиркина, многие относятся, не знаю почему, но с ненавистью к Игорю Ивановичу, Игорю Всеволодовичу в миру, по боевым действиям, именовавшимся именно так, Игорь Иванович, и так по привычке Игоря Ивановича я его и называю. Я не могу оттолкнуть тех, кого я знаю давно, хотя считаю, что их суждения слишком резкие. И даже если Игорь Иванович достоин некоторых критических характеристик, все-таки не до такой степени, чтобы испытывать к нему ненависть. Пользуясь случаем, я как раз об этом и хотел бы сказать. Да, я некоторые критические замечания многие просто пропускаю, многие мне приписываются. Например, есть в ВКонтакте группа полковника Квачкова. Я являюсь одним администратором этой группы, иногда в эту группу я что-нибудь пишу. Но поскольку группа создана не мной, как и другие группы, в которых я числюсь администратором, многие группы, я не имею оснований для того, чтобы вести эту группу как-то иначе, чем те, кто ее замысливал, основал и является основными авторами. Поэтому, разумеется, те люди, которые пытаются всех ссорить, когда они делают ссылки на эти публикации, то я к ним не имею никакого отношения. Мое критическое настроение в отношении Игоря Гиркина, Игоря Стрелкова сохраняется по некоторым моментам. Но я хотел бы обратить внимание, что Игорь Иванович очень быстро, в отличие от многих, эволюционирует в сторону именно национальных взглядов и в сторону союзничества именно с русскими национальными организациями. Чего не скажешь о многих других. Многие люди, которые весьма популярны, пользуются большой любовью и авторитетом в информационной среде, в том числе среди русских людей, не эволюционируют никак. Например, рассуждают только об одной экономике. Какое значение для русского народа, какое воздействие на русское народонаселение в России она оказывает, об этом вообще никаких суждений не предлагают. Но такие есть общие патриоты. Они вообще патриоты, правда, неизвестно чего. Если Россия, то почему тогда не русских, почему они не замечают катастрофы русского народа, демографической, культурной, экономической катастрофы, поскольку русские лишены собственности, лишены капиталов, которыми они могли бы быть наделены в результате перехода к свободной так называемой экономике. Почему среди капиталистов нет русских? Или почему среди этих капиталистов нет русских, которые финансировали бы русское движение? Ну, потому что власть захвачена нерусскими, и, в общем, каждый русский предприниматель должен это замечать. А если он не замечает, то в чем тогда его русскость, если он не замечает горе своего народа? Вот Навального финансирует. Он отчитался от сотни миллионов рублей с начала года, которые он собрал. И такие люди вроде него тоже говорят, деньги, да деньги не проблема, соберем на раз. А что-то вот у нас, у русского движения, вместо денег одни только репрессии. Вот мы по копейкам собираем какие-то средства для того, чтобы что-то издать, для того, чтобы провести какое-то массовое мероприятие. Сейчас вот намечается национально-патриотический съезд в сентябре, где будет выражено наше отношение к грядущим президентским выборам, и выдвинута группа лидеров, из которой будет обозначен наш единственный кандидат. И неважно, позволят ему избираться или не позволят, выберут или не выберут. Мы определимся с этим вопросом. Будет команда достаточно широкая, будут лидеры. Вот что-то не находится русского предпринимателя, русского богатея, который бы взял и профинансировал. Я припоминаю древнегреческую историю. И вот когда Спарта находился в кризисе, один из спартанских царей просто взял и отдал все свое благосостояние, все свои земли на новый передел. Когда большинство спартиатов впали в нищету, в бедность, в результате концентрации богатства только в руках немногих, он бросил на реформу все, свою жизнь поставил, все свое богатство отдал и все свои земли, для того, чтобы заново наделить спартиатов равными земельными участками, чтобы они имели возможность жить, как они жили раньше, и защищать отечество, потому что из граждан только и формировалась армия Спарты. Да, эти реформы были на закате уже спартанского величия, и к существенным результатам привели только на какой-то незначительный период. Но тем не менее, если бы таких людей было больше, наверное, история пошла бы иначе. И у нас, наверное, то же самое. Но нет у русского движения спонсоров. А если есть, то это какие-то хитрованы, которые хотят повернуть его в какую-то другую сторону. И нанимают разных людей, крайне нещепетильных, для того, чтобы разрешить какие-то свои задачи. Вот мы в русском движении, я знаю, многие русские организации, их осталось не так уж много, потому что большинство из них просто прекратило какую-либо деятельность, пугаясь репрессией и пугаясь самой обстановки, в которой русские перестают поддерживать русских. Ну так вот, нет поддержки русского движения русскими предпринимателями. Откуда мы еще можем взять деньги? А пойдите сами заработайте. Ну, извините, это другая профессия. Либо ты политик, либо ты предприниматель. Когда это все соединяется вместе, получается полная ерунда. Недополитик, недопредприниматель. Либо предприниматель разоряется, либо политик на самом деле не политик, а такой политбизнесмен, который хочет добиться прибыли с использованием какого-то политического ресурса. Вот это для нас неприемлемо, поэтому мы ждем, когда наконец русское самосознание проснется в головах состоятельных людей. Мы же не требуем миллионов, миллиардов, как Навальный. Нам и десятой части от того, что получает Навальный лично на свою собственную компанию, достало бы для того, чтобы русское движение существовало, активно действовало, привлекало на свою сторону миллионы людей. Действовать в этом направлении нам крайне мешает, конечно, власть. Различными способами. Про суды мы уже многократно говорили. Сейчас, вот 10 августа, должно быть вынесено решение по делу Мухина, Барабаша, Соколова и Парфенова. Четырех наиболее активных людей в движении за организацию референдума. По поводу закона за ответственную власть. Но власть абсолютно безответственна, поэтому она инспирировала фальшивое следствие. И сейчас фальшивый суд под руководством фальшивого судьи Криворучка проходит. Он уже завершился. И Криворучка только достаточно сейчас будет сказать, насколько он согласен с мнением таких подиумных прокурорш. Прокурорш, там две сидели, вот я был на одном из заседаний, там сидели две прокурорши, какие-то как на одно лицо, одна в капитанских погонах, другая уже в майорских с большой звездой. Я смотрел на них и думал, откуда такие берутся? Им же абсолютно наплевать на то, что происходит в зале. Они абсолютно не слушают длинных, да, утомительных речей подсудимых. Но в этих речах содержится правда, ссылки на конкретные материалы дела, ссылки на грубейшие нарушения во время следствия, во время судебного процесса. Им ничего не интересно. Они там сидели, одна ковырялась в своем мобильнике, другая что-то делала вид, что записывает, но за три с лишним часа записи у нее и странички не появилось. Она просто водила ручки по бумаге. И вот такие люди выступают якобы со стороны государства, со стороны обвинения, которое представляет государство. Они вот обвинители со стороны государства Российской Федерации против ИГПР ЗОВ. Но в их выступлениях, о которых было сказано, рассказано мне, тех, кто посидел предшествующее заседание, не было вообще ничего. Суды у нас должны носить по закону публичный характер. Соответственно, все доказательства должны быть изложены. И в приговоре судья должен изложить доказательства. Не сослаться на какие-то статьи, а создать связку между диспозицией, которая есть в законодательстве, и фактической стороной дела, которое исследовано законным образом, и допустимые и относимые доказательства содержатся в деле. То есть надо на материалы дела сослаться и создать умозаключения, которые могут быть оспорены. Если не оспариваются факты, их законность, появление в деле, если не оспариваются статьи Уголовного кодекса, смешно было бы их оспаривать, но можно оспорить и это, потому что они антиконституционные. 282-я статья в том правоприменении, которое мы видим, антиконституционно, то могут быть оспорены и вот эти умозаключения, а их нет вообще. То есть с прокурорами невозможно спорить, потому что прокуроров, как таковых, нет. Они зачитывают обвинительное заключение в исходном своем варианте или трижды поправленном, непонятно как, в котором нет никакой доказательной базы. Просто ссылаются на какие-то там страницы. Этого недостаточно. Это означает, что никакой публичности процесса нет. И опровергать, собственно, нечего. Поэтому подсудимые просто говорят о тех моментах, которые есть в деле и доказывают невиновность. А вот полемики как таковой, судебных премий как таковых нет. И сидит этот судья-криворучка с такой трехдневной щетиной, не стесняясь зевает, почесывается вот так, как какая-то обезьяна из зоопарка. И периодически просыпаясь, грубит тем, кто пытается изложить своими словами содержание дела и свои возражения на это дело. Я послушал выступление Парфенова в полном виде и в изложении прочел о выступлениях других подсудимых. Судей как такового нет. Это не судья, он не ведет процесс, он не требует доказательств от прокуратуры, он не читает дело, он не знает содержание дела. Я уверен, что такой же противозаконный и бессмысленный приговор будет им произнесен. И в этом приговоре не будет никаких доказательств, не будет никакой содержательной оценки выступлений пострадавших от этой 282-й статьи подсудимых и адвокатов. Каждый довод, в принципе, должен быть судьей оспорен именно в виде умозаключения. Но этого нет. И в целом мы видим, конечно, что это форма истязания, форма истязания русских политических активистов. Что касается Навального, он пришел на это мероприятие, выступил, как мне сказали, очень удачно. Он человек остроумный, особенно в таких ситуациях, когда нужно выступить как-то ярко, чтобы заметили, сказали, что выступил хорошо. На это же заседание не попал Игорь Стрелков, но он выступает в поддержку подсудимых. И собрался даже при мне, об этом разговор шел, записать видеоролик в их поддержку. То есть получается, что подсудимые поддерживаются абсолютно непримиримыми сторонами. И это интересный факт, который говорит о том, что, в принципе, наша затея с выдвижением команды, которая могла бы быть поддержана разными группами, которые между собой не находят понимания, и потом эта группа может выдвинуть действительно лидера. То есть выбор через выборщиков. Прямые выборы невозможны, потому что подавляющее большинство будет возражать против какого-то индивидуального лидера. Но если подавляющее большинство может поддержать группу лидеров, а те уж пусть сами решат, как они работают, то есть каждый из приверженцев той или иной персоны будет поддерживать эту персону, как часть общей команды, и будет говорить, да, эта персона достойнее других. Но уж так вышло, что эта персона договорилась с другими о том, что лидером будет, может быть, другой. И вот вся эта команда будет командой этого лидера, которого, взвесив все за и против текущую обстановку политических репрессий, в общем-то и безденежья, в котором мы живем, русское население и русское движение, соответственно, тоже, придут к решению, что вот этот лидер и будет впереди, а остальные будут его командой. И тогда, в общем-то, все будут удовлетворены. Была надежда, что на это можно склонить коммунистов. Подавляющее большинство коммунистов таковыми не являются, потому что они признают частную собственность, они не против малого и среднего бизнеса, среди них очень много верующих, подавляющее большинство никогда не читало Маркса, не чтило Ленина. Про Сталина знает только понаслышке, что он почти что божество, и все. Среди рассудочная и осмысленная часть мировоззрения этих людей вполне может поддержать не партийного лидера, не коммуниста. И такого лидера, я думаю, можно будет найти, и пусть его поддержат разные силы. Конечно, мы не рассчитываем ни на путиноидов, ни на либероидов, но все остальные, а это процентов 90 населения, могли бы поддержать команду, а эта команда может поддержать единоличного лидера, пусть на какое-то время, национально-патриотических сил, которые и должны устранить режим путинский, изменить его каким-то другим. Про дебаты я сказал. Конечно, русский национализм есть, и ведомости, когда говорят, что русского национализма нет, они специально делают вид, что его нет, чтобы, ну, так вот, а с кем полемизировать, кроме как с либералами? Поэтому либо Путин, либо Навальный, а для нас оба хуже. Конечно, пока Навальный оппозиционер, и пока он грызет путинцев и их ресторане, пусть он это делает, мы ему ни в коем случае мешать не будем, но рассматривать его в качестве лидера страны, это, конечно, полная нелепость, как и некоторых других весьма денежных лидеров, которые говорят, что деньги для них не проблема. Ну, для них деньги не проблема, но с этими деньгами русские люди за них голосовать ни в коем случае не будут. Пусть останутся с деньгами, с олигархами и со всякими их планами, как им разрушить дальше Россию после Путина. Есть обнадеживающие новости, мне понравилось, я два или три раза посмотрел, как дали по морде некоему Виталику, который в самолете, напившись, начал там что-то орать против русских, назвал русских непотребными словами, целый час в салон ждал, когда наконец он заткнется, смотрел, как командир корабля уговаривает его наконец прекратить буйство, наконец какой-то там рок-музыкант подошел, просто дал в чайник этому придурку, как потом выяснилось еще и представителю секс-меньшинств, и тот сразу успокоился, а прилетев домой, протрезвел и высказался в том смысле, что он не хотел никого обидеть. Ну, когда вот так, я думаю, просто час ожидать было не нужно, достаточно было трех минут, как только что-то сказал про русских нехорошее, подойти и дать в торец. Это правильный подход для всякого нормального русского человека. А так, если был бы полный русский самолет, было бы логично представить себе, что открывается дверь самолета, и туда этот Виталик со всеми своими бреднями и со всем алкоголем, который у него там в краю, просто вылетает и парит с 10 тысяч метров, метров до уровня земли. Другая сторона дел показывает нам, как консолидированы наши враги. Мы знаем историю с краснодарской судьей Хахалевой, которая выдала за какого-то Хахаля свою дочку, и там на свадьбе собралась, в общем, вся шоу элита. И там Басков объявил себя подарком для невесты или для жениха, или для обоих вместе. И потом собрался Краевой Совет Судей, который решил обсудить ситуацию, поскольку она получила широкое распространение в социальных сетях, ну, конечно, не на центральных средствах массовой информации, кто же будет это обсуждать, а в социальных сетях большая волна прошла, возмущение, 2 миллиона долларов потраченные на свадьбу. И вот коллегия судей, Краевой Совет Судей, пришел к выводам, что звезды российской эстрады собрались принять участие в свадьбе дочери судей Хахалевой без гонораров. Можете этому поверить? Вот насколько подлая эта публика, вот насколько подлое самосознание этих судей. Они всегда готовы черные называть белым. Ну, не бывает такого, что вот люди эти собрались без гонораров. Они точно получили гонорар. Скорее всего, неофициально, поэтому, а теперь поймайте нас, сколько мы получили, теперь поймайте. А судьи говорят, ну, что ж раз не поймали, ну, значит, и не виноваты. Хорошенькое у них мировоззрение. Совершенно антигражданское и антиправовое, прямо скажем, к справедливости и законности никакого отношения не имеют. И вот при этом расходы на организацию торжества не превысили 2,5 миллионов рублей. Не долларов, а рублей. И председатель Совета Судей должен быть нами зафиксирован. Владимир Кисляк. Вот этот человек от лица краевой коллегии или Краевого Совета Судей объявил, что судья Хахалева пригласила всех этих вот любимцев в публике непритязательной без гонораров. Судья Кисляк, глава всей этой ассоциации, безусловный враль и подлец. Так мы его и должны характеризовать. А в будущем, я думаю, что он совершил безбрежное количество преступлений на своей судейской должности, как и судья Хахалева. Все должны эти люди сидеть в тюрьме. Я не сомневаюсь, что они там окажутся, причем в самое ближайшее время. Это время подступает, оно наступит, и все эти люди ответят за свои преступления, за публичную ложь. Господин Кисляк должен ответить. Это введение в заблуждение всего общества. И это демонстрация полного отрыва судей от граждан, от народа. А только от народа они могут получать какие-либо полномочия. Но получают от Путина. Ну, каков Путин, такие и таковые судьи. Но не все. Или не до конца. Один из случаев, я попросил людей предложить мне каких-то судей, о которых хорошая слава идет, репутация, что они правильно себя ведут. Но пока мне прислали только ссылку на судью Новикова, который ведет свой видеоблог и критикует власть и правоохранительные органы. Но, как я понимаю, этот судья уже давно в прошлом, именно за его взгляды, он изгнан из судейского сословия, которое у нас так вот образовалось самозвано, самопроизвольно. Но вот еще один эпизод, который отражает, в общем-то, некоторую напряженность между Кремлем и татарскими властями. По Первомайскому делу против Михаила Щеглова, председателя Общества русской культуры, верховом суде Республики Татарстан, судья Верхокамкин, ЕВЭ, вынес решение постановления суда в отношении Михаила Юрьевича Щеглова об административном правонарушении отменить, производство по делу прекратить на основании пункта 3 части 1 статьи 30.7 КАП РФ в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых вынесено постановление. Все связано это с Первомайским выступлением Михаила Щеглова, который на митинге, который вроде бы должен был быть, как по заявке следовало, посвящен празднику весны и труда, и вот он что-то сказал в защиту образования на русском языке и против сокращения часов преподавания русского языка в школах. И это было обозначено, то есть, все, давай следствие проводить, давай Михаила Щеглова судить, присудили ему общественные работы, не помню, штраф был или нет, но уже достаточно пожилому человеку присудили общественные работы, но вот по апелляции или, я не знаю, по касации Верховного Судя Республики Татарстан это дело просто отменили. Я думаю, что в связи с тем, что в Кремле назрело некое противостояние. Татарстан должен лишиться особого статуса, уже лишился, некий договор о разграничении полномочий с Москвой истек, хотя этот договор был противоправным с самого момента его подписания и все его соблюдение является нарушением Конституции. Воззвание так называемых парламентариев Республики Татарстан к президенту Путину было проигнорировано, прекратил действие этот договор, поэтому Республика Татарстан теперь наравне со всеми. А вы думали, раньше все были равны, что вот ты живешь в одном регионе или в соседнем и тут у тебя равенство прав, как бы не так. Вот для Республики Татарстан был особый статус, ну как, например, без всякого же договора особый статус у Чеченской Республики. Таким образом, вот этот конфликт он позволил Михаилу Щеглову освободиться от ответственности за преступление или правонарушение, которое он не совершал, но ему придумали это правонарушение, придумали судьи татарстанские, татарские и придумали так называемые правоохранители, которые, конечно, праворазрушители. Мне очень понравилось, как Парфенов во время судебного заседания, выступая, все время говорил правоохранители. И, в общем-то, это правильно, он именно правильно имел в виду не правоохранителей, потому что никакого права они не охраняют, а имел в виду разрушителей права, вот правоохранителей. Это правильная формулировка для тех, кто совершает должностные преступления. А таковых сейчас, не могу сказать за всех, но, наверное, большинству. Вот в суде Республики Татарстан в Верховном суде нашелся судья Верхокамкин. Вот запомним, какой-то позитивный момент от этого судьи. И он отменил это решение суда первой инстанции, просто отменил, без какого-то перерасследования, в общем, дело закрыто. Михаил Щеглов пишет, в общем, мне сказали, что сегодня произошло почти чудо правосудия, до чего там просто судья вышестоящей инстанции не подошел поверхностно вник в суть рассматриваемого дела, а там уже увидел, что дело полнейшее фуфло, и отменил решение ниже стоящего судья. А поскольку судья Верховного Суда никто из Казанского Кремля вчера и сегодня не позвонил со своими просьбами, ему было вполне легко и по человеческой, и по профессиональной совести вынести такое решение. Причем, надо отметить, что это уже пятое административное дело за последние пять лет, которое признано судом в отношении Михаила Щеглова незаконным. Но я несколько раскрыл причину, как бы вот это решение появилось между проблемой статуса Татарстана, как некой особой территории внутри Российской Федерации, статус ин стату, и выступлением Путина в Вишкар-Оле, где он сказал о том, что недопустимо принуждать кого-то обучаться на неродном языке, но также недопустимо сокращать количество часов преподавания русского языка. И этот конфликт, в конце концов, выразился как раз в таком решении. Ну, слава Богу, пусть они грызут друг друга, нам легче становится. Вот данный конкретный пример. Пусть они уничтожают друг друга, и в этом смысле нам не стоит им в этом деле мешать, и не стоит нам становиться ни на одну, ни на другую сторону. Те и другие оба хуже. Навальный или Путин, какая разница? Никакой. Последствия трагедии с массовой гибелью детей, произошедшие уже довольно давно, ну, по крайней мере, в этом году, вылилось в то, что решили ввести правило, что перевозкой детей можно заниматься только в автобусах, срок эксплуатации которых не превышает 10 лет. Дважды уже это решение, которое должно было быть введено с каким-то, в течение какого-то временного отрезка, отменяли, и в очередной раз не так давно отменили, снова перенесли, неизвестно на какой срок, но в связи с чем. Потому что в Москве автобусов со сроком эксплуатации менее 10 лет примерно половина, а в регионах таких автобусов единицы. Ну и как возить детей на экскурсии или в детские лагеря отдыха в летнее время, а никак. За это предполагается штраф. Но коль так, то предприниматели просто откажутся от такого рода услуг, создадут огромные проблемы для граждан. И вот голубцы, которые ввели это решение в действие или пытались ввести вместо того, чтобы быть наказанными, они где-то все время пытаются свое решение протолкнуть. Видимо, им нужно, чтобы отечественные автобусы или какую-нибудь дрянь, которая не ездит, но зато моложе 10 лет, вот ее создали, надо распродать какой-то неликвид. Вот они проталкивают это коррупционное решение, никак не могут протолкнуть. Я думаю, что тоже две группировки должны одна другую сожрать. Лучше бы они обе издохли по итогам этого противостояния. Халуям Халуева Борис Грызлов намерен предложить председателю партии Дмитрию Медведеву партии Единая Россия разработать меры по повышению авторитета общественности общественников в глазах населения. Члены общественных палат и общественных советов при органах исполнительной власти получат дополнительные инструменты контроля над чиновниками. То есть общественники при неких органах исполнительной власти. Это значит уже не общественники, это значит уже наемники. мы уже содержим партии которые не имеют никакого отношения к представительству наших интересов парламент самозванцев которые никого не представляют общественные палаты которые также никого не представляют общероссийский народный фронт имени Путина который ведет деятельность абсолютно незаконную и никак не связанную с интересами граждан обслуживающий только интересы имиджа Путина вот он якобы тоже на что-то опирается мы все это содержим нам хотят добавить еще неких общественников которые тоже будут обслуживаться да в общем уже в значительной степени и обслуживаются из государственного бюджета Российской Федерации вот еще один факт идиотизм крепчает по всем направлениям президент Путин многие уже может быть подзабыли но стоит это запомнить этот факт наградил председатель КНР Синдзинпиня орденом святого апостола Андрея Первозванного орден русского святого православного святого вешается на шею человеку который ни сном ни духом никак не православный никакого уважения к православию испытывать принципиально не может этот орден по статуту может предоставляться может быть формой награды для иностранца в том случае если он какую-то огромную пользу принес нашей стране ну какую пользу принес лидер Китая ровным счетом никакой напротив мы сейчас получаем данные о том что Россия в долгах как в шелках перед Китайской Республикой поскольку там были огромные займы Роснефти которые оплачиваются еще не добытой нефтью и так далее и так далее то есть разводка была огромная ну может быть поэтому два разводчика Путин и Синьцзиньпинь друг друга так обнимают уважают и награждают потому что они обули Российскую Федерацию и где-то видимо получили дополнительные прибыли разоряя нашу страну в имперский период жалуемый орденом Святого Апостола Андрея Первозванного хотя бы прежде не имел других российских орденов с им единым пожалованием должен быть почитаем равномерно кавалерам четырех младших российских орденов Святого Александра Невского Белого Орла Святой Анны Первой Степени Святого Станислава Первой Степени коих знаки и припровождаются к нему вместе со знаком Святого Апостола Андрея Первозванного ну а мы живем естественно в период властвования клинических идиотов. Идиотизм крепчает, и вот у нас вводится курортный сбор, то есть штрафные санкции для тех, кто решил сохранить верность своей стране даже на отдыхе. Вот остаться здесь и как-то здесь попытаться отдохнуть на не очень теплых и не очень дружественных побережьях Черного моря. Ну нет там инфраструктуры, которую предоставляют даже не весьма развитые страны и не весьма развитые экономики. Тем не менее отдых в Черногории или в Греции или на побережье Турции оказывается куда более удобен и приятен, чем на побережье Крыма или на Краснодарском побережье. Но вот тем не менее, чтобы еще меньше была охота туда ездить, вводится курортный сбор, то бишь штраф. Идиоты! Коммунальный беспредел. Задолженность по коммунальным платежам в России на данный момент составляет 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень. Жители в основном очень дисциплинированно платят за ЖКХ. Среди них всего 6% имеют долги по жилищно-коммунальным услугам. Ну какая нам разница, организации имеют задолженности или граждане. Ну вот получается, что гражданам-то никогда ничего не прощают, а суды просто без всяких доказательств, без расчета суммы иска, просто присуждают гражданина выплатить ту или иную сумму структурам ЖКХ. А вот сами структуры ЖКХ не платят, и им собираются весь этот долг списать, а может быть уже и списали. И точно так же списывают долги по судебным решениям, судебные приставы. Там триллион, тут триллион, триллион туда, триллион сюда. Видимо, это очень выгодно тем, кому списывают все эти долги. Живодеры прославляют живодеров. В парке имени Дзержинского в Курске гипсовый памятник революционеру решено заменить на бронзовый. Его планируют установить на постамент, облицованный гранитом. 11 сентября в день 140-летия со дня рождения Дзержинского, якобы по просьбе ветеранов. Что это за ветераны? Ветераны живодерства, что ли? Или ветераны, не знающие истории своей страны? Не знающие, кем был Дзержинский? Ну, те, кто просвещенный, понимает, что к чему, кем были большевики, кем был лично Дзержинский, они правильно оценивают эту фигуру. Это кощунство. Это называется кощунство. Существование памятников Дзержинскому, каких-то там топонимов на территории России, связанных с Дзержинскому, это кощунство. А уж установление памятника ему, да еще в бронзе, ну это полное безобразие. Поздравляю жителей Курска. Если они не противятся этому кощунству, то они, видимо, перестали быть и гражданами, и в таком случае их рабское состояние есть прямое следствие их мировоззрения. Все покрывает варье. Дело Югры, банка Югра. Содержит след Грызлова и генпрокуратура, как к специальному банку относятся, и вступил в противостояние с центральным банком, который решил ввести внешнее управление для банка Югра. Оказывается, есть защитники у этого банка или защитники у центробанка опять грызня между собой. И это очень хорошо. Это предвестие краха этого режима. Чем быстрее он свалится, тем лучше. Пусть кто угодно его валит. Аплодировать каждый раз не надо, но помогать этому режиму устоять тоже ни в коем случае не нужно. В ответ на запрос редакции Rambler News Service о результатах прокурорской проверки Панамского досье, генпрокуратура заявила, что эти сведения недоступны для общественности. Запрашиваемая информация содержит сведения, не подлежащие огласке. Сказано в ответе начальника управления взаимодействия со СМИ генпрокуратуры РФ Александра Куринова. В частности, агентство просило предоставить ему информацию о том, завершено ли проведение данной проверки, каковы ее результаты, если завершено, обнаружены ли противоправные факты в деятельности каких-либо субъектов, о ходе проверки, если она не завершена, а также о том, ответили ли компетентные органы Панамы на запрос генпрокуратуры и направлялись ли запросы в другие государства. Напомним, что Панамское досье было обнародовано Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями и известными спортсменами. В частности, в разделе ОРФ сообщалось, что окружение российского президента Владимира Путина вывело из России не менее 2 миллиардов долларов через офшорные компании, оформленные на велончелиста Сергея Ралдугина, друга главы российского государства. 27 апреля в ходе выступлений в Совете Федерации генпрокурор Чайка заявил, что надзорное ведомство проводит проверку изложенных в документах фактов и направил запрос в Панаму. Но в Панаме, понятно, если бы направили, то в Панаме бы ответили. Это у нас все шито, шито, крыто до поры до времени, потому что шито белыми нитками. И все станет достоянием, мы узнаем, что Путин никогда честно не исполнял свои обязанности, которые, в общем-то, присвоил себе незаконно. Он использовал их для обогащения себя, любимого, своих родственников, друзей и окружающих халуев. Они продолжают богатеть, а мы продолжаем вымирать. Федеральное единство статистики опубликовало доклад по демографической ситуации в стране. Согласно документу, естественная убыль населения в России возросла втрое. По данным Росстата, рождаемость и смертность на территории страны снизились, но перевес на стороне последний. За период с января по май 2017 года на каждых 10 новорожденных пришлось 12 умерших. За аналогичный период предыдущего года в России родилось 760 тысяч человек, а умерло 800 тысяч. В 2017 году количество новорожденных составило 672 тысячи, а умерших 791 тысячу. Самое главное, что это непреодолимая катастрофа. Мы просто катимся по наклонной плоскости. Это научный результат. И результат деятельности Путина и его группировки, которые не предприняли ничего для того, чтобы преодолеть социальную ситуацию, которая превращает любую семью, где родился малыш, просто в нищую. А где двое, это семья нищая, можно сказать, по гроб жизни. Даже с двумя детьми жить невозможно. А нам нужно, чтобы в семье было по трое детей. Есть ли такие условия? Нет. Поэтому то, что сейчас происходит, создано лично Владимиром Путиным и всей его группировкой, его приверженцами. Уничтожение России является приемным следствием его ориентации на воровство, грабеж, приватизацию всего, что есть в России, в общем-то, разграбление и разрушение нашей страны, нашего государства. Самые распространенные причины смерти в России – это болезни кровообращения, 7377 тысяч умерших, различные опухоли, в том числе раковые, 119 тысяч, еще 58 тысяч человек погибло вследствие факторов, не связанных со здоровьем, включая ДТП, алкогольное отравление, убийство и самоубийство. Демографическая убыль на две трети компенсируется миграцией. Согласно данным Росстата, в первой половине 2017 года в России прибыло на 80 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основная масса приезжих перемещается в страну из государства СНГ. Преимущество из Азербайджана, Армении и Белоруссии. В Белоруссии нет вопросов, а с остальными вопросов очень много. Демографические проблемы исторически характерны для России, пишут аналитики, согласно данным Центрального статистического управления СССР, Госкомитета СССР по статистике и Росстата. С 1948 по 1990 год на территории нынешней Российской Федерации рождаемость превышала смертность. Но два показателя постоянно стремились к равенству. В 1990-1991 годах начался крупнейший демографический кризис, от которого Россия пытается оправиться уже 25 лет. В период с 2011 по 2015 год, за 4 года, естественный перерост составил 91 тысяч человек, но уже в 2016 году смерть снова превысила рождаемость. И тут же у нас связано с демографической политикой, нас пытаются заселить нашу страну и присвоить богатство иностранные граждане. Путин подписал только что признание киргизских водительских прав. Всем нельзя, киргизам можно. Можно здесь наниматься таксерами, а русским что делать? Этих по дешевке возьмут, они по дешевке согласятся, нам-то что делать, нам-то как выживать? Они готовы на рабское существование. Мы тоже готовы, но нам даже рабского существования не дают, потому что преимущество перед гражданами России будет у граждан Киргизстана, как он коряво называется. Да, революция будет, только не цветная, а национальная. Начальник Федеральной службы войск Национальной гвардии России Виктор Зотов заявил, что протест в российских городах похож на подготовку цветной революции. Но им грозит совершенно иное. Они боятся именно этого, а не чего-то там цветного, потому что сами они цветные. Они делают вид, что боятся того, что они сами придумали и профинансировали. Ну, нечто вроде Навального или там Саакашвили. Это же все проходит через кремлевские кабинеты. Там эти все политтехнологи, политинтриганы сидят. Им грозит национализация собственности и власти. Они этого боятся больше всего. Например, национализация всей незадекларированной собственности, которую решили засекретить законом. Список секретных депутатов и чиновников, разумеется, будет хорошо известен. Спасибо, что все они будут переписаны. Кто не знает, два дома в районе города Биориц на юге Франции принадлежат семье президента России Владимира Путина. Об этом рассказал заместитель мэра города. Его слова приводят в журнал «Тайм». По информации заммэра, один из двух домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову, который купил его в 2012 году. Разумеется, все это будет реквизировано в пользу государства и без всяких компенсаций. Еще для тех, кто не знает, для высокопоставленных коррупционеров принят закон об их защите от следствия. Именно так нужно читать заголовки. Госдума разрешила засекретить данные об имуществе высших чиновников. Очень хорошо все высшие чиновники потеряют все, без исключения имущество, потому что сокрыли свои доходы от деятельности, не связанные с получением зарплаты. Они должны жить на одну зарплату, как государственные чиновники. Это и есть их единственное привилегие. Должна быть. А еще им придется платить компенсацию за свое роскошество, за государственный счет. Для тех, кто не знает, Воронежский авиазавод изготовил по контракту два президентских самолета Ил-96. Это будут два воздушных судна специального назначения оснащенных пунктом управления вооруженными силами страны для перевозки выжих должностных лиц страны. Стоимость украденного из бюджета на эти цели составляет 14 миллиардов рублей. И еще для потенциальных инвесторов их инвестиции при покупке национального достояния будут изъяты в пользу государства, когда наступит время русской власти. Поэтому не стоит реагировать на объявленные распродажи временным аккаунтационным правительством. Дмитрий Медведев по этому поводу подписал распоряжение об аккаунтах на два участка недр на Урале. На продажу будут выставлены штормовое, а также Верхнеутейское и Западно-Сиахинское месторождение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Площадь участка штормового составляет более 5,5 тысяч квадратных метров. Его стоимость почти миллиард рублей. Верхнеутейское и Западно-Сиахинское месторождение имеет площадь более 3 тысяч квадратных километров. Стоимость же его без малого 6 миллиардов. Это торговля не только нашими ресурсами, но и нашей землей, как вы понимаете. В этом смысле для нас совершенно не страшны санкции США против банковского и топливного варья, а также против инвесторов, поддерживающих путинский режим. Можно сказать спасибо. Чем больше нанесут ущерб американцы путинскому режиму, тем нам будет легче. Что делать нам в этой ситуации? Что делать? Конечно, к выборам, никаким выборам мы не готовы. Мы пытаемся к ним подготовиться. Большинство русского народа остаются совершенно глухи к тем страданиям, которые сам же этот народ испытывает. Это гибельная перспектива. И если мы не соберемся, то проиграем не только выборы президента, проиграем Россию. Конечно, дело не в выборах. Если нашего кандидата на выборах не будет, мы будем призывать к тотальному и активному бойкоту. Будем стараться выходить на улицы, будем писать воззвания, будем в сети комментировать все эти безобразия, которые происходят. Но самозванец-то снова сядет в свое кресло, назовет себя президентом, ему будет аплодировать вся шушера, которую будут показывать по телевизору. И русские люди снова смирятся и скажут, ну вот, я вот такой необычный, я не пошел голосовать или голосовал против Путина, не за Путина. А Путин все равно стал президентом. Какой же я одинокий и какие же все остальные дураки. И так будет думать подавляющее большинство граждан. Их обуют и они снова скажут, что, ну, к сожалению, опять Орда укрепилась на своих позициях. Нет, это вы ее укрепляете, потому что не участвуйте в русском движении, не поддерживайте русских лидеров, не поддерживайте тех, кого посадили в тюрьму или сажают в тюрьму. Не поддерживайте ни финансами, ни личным участием те мероприятия, которые проводит русское движение. Не читайте книг, не осваивайте идеологию. Если все это так, если все идет через «не», то тогда вы не граждане, тогда вы и не русские. Давайте вернемся к тому, что нам нужно вновь стать русскими, вновь вспомнить о том, что мы русские, наши предки русские, и сражаться за Россию и русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова